Встретил ты нас очень плохо, кино будет плохое, понял? Понимаешь? Конечно, по ютубу покажи. Вот запустил он квадрокоптер, вот смотри, вот этот объект, про него написали в соцсетях, давай сейчас посмотрим. Три объекта мы, которые смотрели, два там точно, вот этот сейчас посмотрим, давай. Вот он, этот самый ангар, который был на фотографиях в соцсетях. Мы посмотрели уже, что из окон мусора не сыпется, но и здесь видно тоже, что... Встречают нас тут, конечно, не... Да, да, встречают нас здесь не очень, но... Да, люди просто не знают федеральное законодательство о общественном экологическом контроле. Ну, видно, что ангар пустой, никаких гор мусора здесь нету. Да, какие-то есть остаточные следы от отходов, но никаких до потолка кучи мусора здесь нету. Естественно, что из окон уже больше ничего не вываливается. Но мы обязательно будем сюда регулярно наведываться, проверять, в каком состоянии находится этот объект, завозят ли сюда отходы. Если завозят, то на каком основании и... Снимать... Ты пришел сюда, ты чего ты делаешь, друг? Лучше, ты не х**й, что это... Че ты мусором, да, бандос что-то какой-то? Че ты, че? Я х**й, посылаю. Что это за разговоры-то, вообще? Я приехал туда по обращению... И, ребят, кто пускал в мое помещение, пожалуйста? Это моя собственность готова помещения. Кто вас пускал? Плести по-моему. Кто пускал вас на помещение? Скажи по-моему. Есть федеральный закон, руками не трогать. Есть федеральный закон, открой. Вообще не приятно. Это... Да, это инспектор Роспороднодзора. Алло, дядя! Ну и следующая история, которую мы сегодня проверяем, это здесь подозрение есть на то, что здесь происходит мусоросжигание. К нам приступила информация от жителей. Мы сейчас приехали сюда посмотреть, что здесь на самом деле происходит. Вот она, эта самая труба, которая якобы представляет из себя какой-то мусоросжигательный завод. Однако при ближайшем рассмотрении можно понять, что ничего здесь не происходит. Двери плотно закрыты, висят замки. Ребята, которые тут рядом работают, тоже никого не видели из присутствующих. Если подойти сюда поближе, то можно легко убедиться, что это не что иное, как какая-то установка по лесопилке. Никаких следов сжигания здесь нету, ни золы, ни какой-то гари, ничего здесь не наблюдается. Видно, что штука здесь уже старая, ржавая стоит черт знает сколько лет, судя по проржавежившим всем конструкциям. И явно очень долгое время уже не эксплуатировалось, не работало. А сейчас мы залезем наверх, еще раз посмотрим, поснимаем, чтобы убедиться, что никакого отношения к сжиганию эта вещь не имеет. И поедем по объекту дальше. Так, в общем, залезли на эту установку, которая называется циклон. И якобы она собирает отходы сжигания. Не знаю, вот так, все там в пленке. И к лопилках. Наверное, если сжигали бы там... Это, наверное, была бы другая картина. И вот очередная точка. Здесь мы зафиксировали грубейшее нарушение. Прямо за моей спиной огромная груда ТБО. Как этот мусор здесь оказался? Кто разрешил его сюда привозить? И почему никто не может найти управу на этих горе предпринимателей? Ни полиция, ни надзорные органы смотрят на эту историю спустя рокова. А ведь здесь можно посмотреть, какое количество ТБО лежит. Почему-то прям под открытым небом. Все это гниет, стекает, попадает прямо в почву. И, конечно, форменное безобразие. Субтитры создавал DimaTorzok